В эфире программа Радар Спорт и мы неизменно вам говорим здравствуйте. Сан Банаха, ну да, телевизор хорошит, но и как всегда у нас есть о чем вам рассказать. Отличными результатами радуют всех нас бурецкие спортсмены накануне праздника Дня физкультурника. Прежде всего еще раз порадуемся за наших тхэквондистов, блестяще выступивших на 18-м чемпионате мира в Софии, где мастера спорта международного класса Евгений Ацимик, Борис Баглаев, Юлия Душнаева завоевали 6 медалей. В очередной раз отличился Евгений Ацимик, одержавший победу в спарринге до 57 килограммов, став первым в России двукратным чемпионом мира в индивидуальных дисциплинах среди мужчин, выполнившим норматив заслуженного мастера спорта. Напомним, два года назад он был первым на чемпионате мира в Пхеньяне. Борис Баглаев в финальном равном драматичном поединке уступил корейскому спортсмену. Россопью медалей порадовала Юлия Душнаева. В индивидуальном и командном спарринге она была третьей, а в командном туле и спецтехнике второй. А Душнаева, единственная из российских женщин, стала призером чемпионата мира в индивидуальном спарринге. Всего же в 18-м чемпионате планеты под Хэквондо ИТФ приняло участие более 500 спортсменов из 76 стран мира. По этому случаю в минувший понедельник в Республиканском спортивном ведомстве прошла пресс-конференция. Открыл ее заместитель руководителя Дмитрий Штепа. Сегодня мы собрались, чтобы поздравить и честовать наших спортсменов, которые в очередной раз не ударили в грязь лицом и показали, кто все-таки во всем мире хозяин. Даже по таким виду спорта, как исконно родоначальникам показали, кто есть, кто в этом мире. И, конечно же, я от всей души поздравляю наших спортсменов, которые три наших, уже сказать, можно назвать прославленных спортсменов, которые защищают и Бурятию, и Россию на всех соревнованиях любого ранга, от международного до всероссийского. И с огромной радостью хочу поздравить Евгения с победой, которую доказал по родоначальникам КТХ Вандо, кто все-таки является. И, как мне звонил Анатолий Евгеньевич, говорит, тот удар, который провел, крутили там во всех и писали во всех газетах, во всех, на всех. Бориса, который, конечно, ну, родоначальник есть родоначальник, я думаю, сейчас возьмешься и покажешь им еще наследующее, через два года, кто есть в этом мире. И Юлечка, конечно, прекрасная наша половина, которая единственная медаль, да, сборная команды России завоевала. Поэтому всех вас поздравляю. Я думаю, что пожелаю вам, конечно же, здоровья, прекрасного, потому что спорт и спорт, и высший спорт это и травмы, и тяжело. Поэтому восстанавливаемся, восстанавливайтесь, я с Анатолием Евгеньевичем какую-то программку придумал, чтобы где-то помочь вам восстановиться, помочь, как сказать, прийти в норму, восстанавливать, залезать все боевые раны. И с новыми силами на следующий год готовиться уже к соревнованиям. Поэтому я от лица всех спортсменов, от лица и руководителей Республиканского агентства, и наших работников поздравляю вас с этим прекрасным выступлением. Ну и готовиться, 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 готовиться еще раз к следующим соревнованиям. Президент Федерации Тхэквандой, личный тренер Евгений Ацимик Анатолий Белоусов, выезжавший в составе российской делегации в Софию, рассказал о чемпионате, охарактеризовал выступление каждого бурятского тхэквандиста, отметив при этом, что шесть медалей, добытых бурятскими спортсменами, позволили бы нашу Бурятию поставить на пятое место в командном зачете. Особо Белоусов заострил внимание на финальном поединке Ацимика с корейцем Ри Чунгом, где Евгений провел красивейший удар ногой, который возглавил рейтинг самых красивых ударов на чемпионате, оцененных судьями в 5 баллов. И болгарское телевидение, освещавшее мировое перенство, несколько раз показало этот момент. Ацимик Баглаев Адушнаева поблагодарили всех тех, кто помог им добиться успеха в столице Болгарии, выразили особую благодарность своим наставникам, обладателям черных поясов, Анатолию Белоусову, Ирдани Жамбалову, Баиру Будадариеву сказали спасибо и руководству Эрес Дюшор во главе с директором Циреном Циндежаповым. Именно в этой республиканской спортшколе Олимпийского резерва они оттачивают свое спортивное мастерство, проходят подготовку к крупнейшим соревнованиям. Здесь же дворовые инструкторы города аплодисментами поблагодарили лауреатов мирового перенства. В заключении пресс-конференции Дмитрий Штепа еще раз поздравил чемпионов и призеров, их тренеров с большим успехом на чемпионате мира. И с Циреном Циндежаповым вручили цветы ребятам, и по ставшей уже доброй традиции был сделан видеокадр на память. Ну а мы предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью с лучшим спортсменом и тренером месяца по версии нашей программы «Радар Спорт». Уважаемые друзья, только что мы вам показали пресс-конференцию, ну что скажешь, молодцы гиганты Тхэквондо, не только Бурятии России, но и мира. Я от всех вас поздравлю Евгения Ацимика, но правнук, героя Великой Отечественной войны, Константина Владимировича Ацимика, это Евгений Ацимик. Женя, я все правильно сказал? Все правильно. Поздравляем тебя. Но без пяти минут заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира, это уже, в общем-то, ЗМС. Что там говорить-то? Ну да, я думаю, сейчас по всем правилам, что по старым правилам, присвоение заслуженного мастера спорта, что по новым, когда выигрываешь два мира подряд, ну не подряд даже, а в течение какого-то времени, получаешь автоматически. Это ЗМС без вопросов. Да, это ЗМС без вопросов. Анатолий Евгеньевич правильно сказал, но у нас рубрика «Лучший спортсмен, лучший тренер», естественно, мы называем тебя, но и лучшим тренером называем группу тренеров, которую возглавляет президент Федерации Тэквондо Республики Бурятия, Сибирского федерального округа, черный пояс, но известный тэквондист, тоже четвертый данный, это Анатолий Евгеньевич Беловосов. Анатолий Евгеньевич, вам благодарность, вам благодарность. Но вы стояли около Даянга, да? Да, конечно, около Даянга стояли. Выводил его, и у Сибиры другое, я стоял, и Даянга смотрел, волновался за него, потому что Бойко проиграл, как раз этот бой, была финальная часть отдельная, Болгарская телевидение прямом феи снимала, и следующий бой сразу был Евгений Цимикой. Конечно, только что проиграл, вот тут выходит Женя, такой мандраж, это, конечно, очень страшно. Он как вырубил-то, ногой или рукой? Ну, ногой 360 градусов, самый высший удар. Высший пилотаж, да? Высший балл, пятиочковый. Все судья поставили, все сразу пять баллов, то есть вопросов не было. Весь зал взаевел и соскочил, и этот бой, в его момент, прокручивали еще несколько раз. Потому что в финале такого сделать, обычно в финале бои, они очень техничные, на одну очку работают, потому что все знают, что это победа, золотая медаль. А тут Евгений даже не стал ничего мудрить, он просто его... Вырубил его, да? Ну, там, кроме вот этого удара, было очень много ударов, которые, конечно, там не показали, а там было и на 360, и было с разворота. То есть, если баллы посчитать, он его на баллы в 15, наверное, разорвал. Ну, кореец-то не подарок тоже? Ну, если прошел четыре боя, да, и вышел в финал, конечно, нет. И до этого выступал неплохо. Как у тебя так, Жень, получилось? Ну, давайте я, наверное, свою версию расскажу, да? Пожалуйста. Мы вообще с этим корейцем уже встречались, это было на том чемпионате мира. Ну, в Пхеньяне, который был. В Пхеньяне, да, который был, это был тот же Корея. И пока вот был перерыв между, до вечерней программы, вот до финальных боев, ну, в своей голове уже так, провел тактику такую, и думал, если вначале попаду какой-нибудь, ну, хороший удар, да, там, даже не техничный, а просто то, что его выведет из равновесия, и то, наверное, все пойдет по моему сценарию. Ну, вот, так получилось, и так пошло все. Долбнул, он был ошеломлен, что там говорить-то, да? Ну, да, он просто... Башка закружилась? Упал, 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 упал нокдаун, да. Ну, что ж, мы тебя поздравляем. Спасибо. Ты, без пяти минут, я правильно говорю, Илья Анатолий Евгеньевич сказал, заслуженный мастер спорта, мы брали у вас интервью, помнишь? Да, Динамо, да. Я говорю, ну, тебе желаем, чтобы ЗМС-ом стал. Ну, и Национальный банк, сотрудник. Да, хочу, конечно, сказать спасибо своему руководству, профсоюзному комитету, Национального банка за их поддержку, помощь, которую они оказывают, на самом деле, оказывают такую же помощь, как они, может, этого не замечают. Ну, есть помощь даже в подготовке к соревнованиям, они вот у нас, профсоюзный комитет арендует, там, спортзалы волейбольные и футбольные, но это тоже своего рода физическая подготовка. Уважаемые друзья, сотрудники, все, в общем, работники Национального банка, мы гордимся Евгением Ацимиком, но, естественно, Национальным нашим банком. Анатолий Евгеньевич, ну, вы возглавляете группу тренеров, кто готовит и Ацимика, и Адушинаеву, и Борю Баглаева. Кого отметите из ребят-то еще? Да, всех, конечно. Жан Бауэр Данидашевич, выдаю Бауэр Владимирович, всех, кто работал, вот Данидашевич правильно сказал, даже тех ребят, которые работали, стояли на лапах, на парах, то есть спайнинг-партнеры, которые, это наша вся сборная, которые работали на эту золотую медаль, на эту вся ебро, на эту бронзу, то, что они вместе с ними потеют, помогают, спайнинг-партнерами становятся. Конечно, хочется спасибо сказать и всем нашим руководству физической культуры спорта, которые помогают федерации, спонсорам нашим, которые дают возможность нам выезжать и поддерживать ребят, спортсменов и так далее. Всем спасибо за эту поддержку. Ну что ж, сейчас у вас тайм-аут до следующего года, но за это время думаем, что Жене придут документы на то, что ему присвоено ЗМС, да? Да, я надеюсь, что все это будет, но тайм-аут как? У нас уже сентября начинается все, Кубок Сибири, Кубок России, Кубок Мира и так далее, и так далее. Если в этом году нет чемпионата, есть пиаринство мира, поэтому будем готовить молодежь, юниоров и так далее. Работа не прекращается. Интервью с призерами мирового пиаринства Юлия Душнаева, Борисом Баглаевым и их наставником Ирдени Жамбаловым в следующем выпуске нашей программы. В той же Софии, в минувшее воскресенье на завершившихся 22-х Сурдлимпийских играх порадовал наш земляк, заслуженный мастер спорта Александр Цактоев, занявший третье место в состязаниях по вольной борьбе в весовой категории до 74 килограммов. Напомним вам, что Александр в 2009 году в Тайбэе в возрасте 17 лет уже становился Сурдлимпийским чемпионом, за что ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта, а его единственному до сих пор наставнику Сарен Доржо Андрёнову звание заслуженного тренера России. Но 4 года назад Саша выступал в более легкой весовой категории до 66 килограммов. У Саши врожденный дефект слуха. С трех лет он воспитывался в школе-интернате для неслышащих и слабослышащих детей. В Софии Цактоев провел четыре схватки. Выиграл первого монгола. Во втором круге Александр проиграл по баллам незначительно будущему серебряному призеру Турку Агузу Дандеру. А в утешительных схватках оказался сильнее борцов из Кыргызстана и Ирана. И в итоге удостоен бронзовой медали в этом весе с Геворгом Адамяном, представлявшим Белоруссию. А победил в этой весовой категории индус Синг Верендер, чемпион азиатских игр среднеслышащих. Летние Сурдлимпийские игры для спортсменов, имеющих проблемы со слухом, собравшие около 4000 спортсменов из 85 стран, прошли с полным преимуществом россиян, завоевавших 177 медалей и 67 из них золотых. Вчера сразу же по прилету из Москвы домой, правда из-за тумана, рейс уральских авиалиний около 4 часов просидел в Иркутске. В республиканском агентстве по спорту прошло честование бронзового призера Сурдлимпийских игр Александра Циктоева и его тренера Сирен Доржо Андренова. Встреча в формате пресс-конференции прошла под председательством Дмитрия Штепы. Зал заседания был заполнен до упора. Родные, близкие, друзья, борцы, тренеры, журналисты пришли поздравить бронзового призера Сурдлимпиады и его тренера Сирен Доржо Андренова. Саша не скрывал свою радость, став бронзовым призером. За что получит премиальное в размере 1 миллиона рублей из республиканского бюджета. Нам остается лишь искренне поздравить Александра Циктоева, Сирен Доржо Андренова с хорошим подарком всем жителям республики ко дню физкультурника. Молодцы! Музыка Музыка Южнокорейские автомобили на дорогах России. Это привычная картина. Они очень надежны, удобны и элегантны. Теперь в Улан-Удэ можно без проблем заботиться о своем авто. Большой выбор запчастей в наличии под заказ в магазинах торговой компании КМБ Трейд. Ваши легковые автомобили, внедорожники, грузовики надежно обеспечены всем необходимым. Ежедневно бабушки на 31А и лимоново 12А. Все для отдыха и рыбалки. Палатки, мангалы, барбекю, одежда, посуда. Все для комфортного отдыха. Гипермаркет Мега Титан. Отдел рыболов-турист. Мастер Дом и Магазин Электрон подготовили новый, современный, роскошный ассортимент, который безусловно украсит ваше жилище, квартиру или дом. Мы создаем сегодня не только уют и комфорт в вашем доме, а еще и заботимся о вашем благополучии на многие годы вперед. Печи для бань и саун, камины, люстры и многое другое производство ведущих компаний зарубежья. Мастер Дом и Электрон. Мы знаем, что вам предложить. Поддержал высокую марку бурятского спорта накануне дня физкультурника и студент БГУ Роман Троценко, одержавший победу в мемориале иркутских легкоатлетов. В сильной кампании на дистанции 800 метров с быстрыми секундами. 1,4910, что на 0,05 секунды превышает впервые. Перекрытый Романом мастерский норматив. С чем мы его и поздравляем. В день физкультурника 10 августа пройдут различные физкультурно-спортивные мероприятия. Главное из которых, конечно же, традиционные массовые всероссийские соревнования по уличному баскетболу. Оранжевый мяч. Они пройдут на спортивной площадке в 49-й школе. И в 14 часов на Центральном республиканском стадионе пройдет стартовая игра, укороченного в один круг первенства Сибири среди ЛФК, 3-й дивизион. Селинга будет принимать Барнаульская «Динамо». А это армейский стадион в Сосновом Бару. Здесь в минувшую пятницу 2 августа, в день воздушно-десантных войск, честовали и поздравляли с 45-летием 11-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВДВ. Ровно в 11 часов десантники-парашютисты с вертолета доставили на стадион флаги Российской Федерации ВДВ. Звучит гимн России и на флагштоках поднимаются полотнища российского триколора и ВДВ. На бронетранспортере боевое знамя бригады. Парад принимает командир 11-й бригады, полковник Михаил Уголев. «Сегодня ВДВ не на словах, а на деле стали войсками первой очереди. Там, где требуется защищать наши государственные интересы, десантники с честью это делают. За более чем 80 лет существования воздушно-десантных войск десантники совершили десятки тысяч подвигов во славу России и ВДВ, тем самым доказав свою профессиональную надежность, верность традициям, идеалам нашей Родины и армии». Уголев зачитал поздравительную телеграмму командующему ВДВ генерал-полковника Владимира Шаманова. Поздравил в десантников с праздником. Зам командующего 36-й армии полковник Андрей Шабала. Свои поздравления с праздником высказали вип-персоны админа образования, администрации железнодорожного района, ветеранов, казачества. Показательные выступления десантников начались с небольшого концерта военного духового оркестра, ну а затем началась часовая, захватывающая программа в исполнении десантников, элиты российских войск, резерва главнокомандующего президента России. Как отметил в праздничном интервью командующий ВДВ Владимир Шаманов, десантные войска в считанные часы с бронетехникой для боевых действий могут быть переброшены транспортные военные авиации в любую точку нашей необъятной Родины. Многочисленные зрители, гости праздника с замиранием сердца следили за умелыми действиями десантников, где физподготовка всегда занимает ведущее место. Здесь было и освобождение заложника, и обезвреживание группы террористов, и показательная программа с традиционным разбиванием бутылок, банок, кирпичей, а самый основной армейский рукопашный бой с универсальной подготовкой, с приемами защиты и нападения, вобравшими в себя лучшие из арсеналов единоборств мира. И, кстати, этот вид спорта зародился в воздушно-десантных войсках в 1979 году. Данный вид единоборств при максимальном техническом арсенале ударов ногами, руками и борцовской техники является одним из самых эффективных и жестких видов спортивных единоборств. Вы видите, как демонстрирует свое мастерство воспитанники Федерации армейского рукопашного боя, и среди них нынешний десантник, чемпион России Владимир Симонов, победители и призеры всероссийских турниров Костя Линейцев, Никита Вишня. Завершилась показательная программа «Песни десантников Синева». Служить в воздушно-десантных войсках – это всегда было и есть почетно. Уважаемые друзья, мы в Сосновом Бару. Стадион только что мы вам показали. Праздник действительно настоящий десантников. 11-я отдельная штурмовая бригада десантников. Ну и вот один из десантников, воспитанник Федерации армейского рукопашного боя Владимир Симонов, чемпион России. Володя, мы тебя поздравляем с праздником. Спасибо. Ну, сегодня, в общем-то, к вам большое отношение имеет и православный праздник. Сегодня Ильин день. Пророк, небесный покровитель всех десантников, так говорят. Это уже давно так заведено. Но ты постарался сегодня, выступил прилично. Мы тебя поздравляем с праздником. Поздравляем твоего тренера, шефа, президента Федерации армейского рукопашного боя Виталия Николаевича Линейцева. Виталий Николаевич, вам тоже самая благодарность. Но вы, в общем-то, морской пехотинец Балтийского флота. Но это тоже рядом, по-моему, около десантников. Морская пехота – это старший брат воздушно-десантных войск. Это вы, да? Да, да, да. Но можете поздравить своего питомца с праздником вообще всех десантников. Но один раз в году бывает это? Ну да, как у всех, один раз в году бывает праздник. Праздник очень дорог. Собираются все ветераны. Действующие воины, воздушно-десантных войск, мы их всегда поддерживаем. Наш армейский рукопашный бой, он вышел из воздушно-десантных войск. Это наше материнское поле. Так что мы всегда участвуем в этих праздниках полностью. И наши воспитанники, которые занимаются на гражданке спортивным армейским рукопашным боем, служат в воздушно-десантных войсках. Вот один из наших воспитанников сегодня проходит службу в воздушно-десантной бригаде. Уважаемые друзья, ну Володя Симонов мастер спорта, чемпион России среди молодежи. Володя, сколько уже отслужил? Полтора месяца. Ну как, втянулся уже? Втянулся. Нормально? Нормально. Ну, казарма на сколько человек? Ну, примерно человек 80. Человек 80 в казарме. Ну, кровати в два яруса или в один? В два. В два яруса. Питание как? Отлично. Ну, десантников кормят нормально. Четыре раза, по-моему, у вас, да? Три. Три раза? Три раза. Утром, обед и вечером. Ну, в общем-то и добавку дают, все, да? Да, конечно. Как родители навещают тебя здесь? Ну, вот сегодня приехали, навестили. Ну, довольны тоже, да? Девчонка есть? Есть. Ну, можешь привет ей передать? Потом передам. Потом в следующий раз, да. Ну, мы тебя поздравляем. Ты, как десантник, можешь поздравить всех тех, кто имеет отношение к воздушно-десантным войскам. А их у нас ни много, ни мало в стране, около полутора миллионов. Это я имею в виду и ветераны, те, кто служил и кто служит. Пожалуйста. Поздравляю всех военнослужащих ВДВ с праздником. Ну, и желаю, чтобы все служили достойно, служили Российской Федерации. Форму спортивную поддерживаешь здесь? Да. Бегаю, прыгаю, отжимаюсь, тренируюсь так. Ну, здесь фонтанов нет, как в Москве. Купаться, наверное, не будете сегодня десантникам? Не, не будем. Не будете? Виталий Николаевич, Ваше поздравление всем десантникам, всем военнослужащим. Но сегодня десантники. Ну, наши поздравления какие? Одни здоровья и поддерживать на должном уровне обороноспособность нашей Родины. После показательных выступлений Виталий Линейцев поблагодарил своих воспитанников, ребят, вручив им небольшие подарки и отдельно поздравил своего сослуживца, морпеха, избал флота. Бойцы, недавно проходил праздник, день военно-морского флота. Полковник Емельянов у нас является полковником морской пехоты, прослужив довольно долго сейчас в отставке. Но он поддерживает Федерацию армейского рукопашного боя, постоянно бывает на наших турнирах. Так что мы его еще раз поздравляем. От нашей Федерации дарим ему фирменную футболку с нашим эксклюзивным брендом и с нашей Родиной, Бурятия. Ну, а так, к праздничному слову. Спасибо. Уважаемые друзья, мы, как всегда, прощаемся с вами на неделе. Наш творческий коллектив накануне Всероссийского дня физкультурника желает вам, конечно же, здоровья и во всем побед. До хин у дутра БРТ. И помните, для того, чтобы не терять, нужно просто цену. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова